большой привет я очень рада что вы заглянули ко мне на канал ну что ж поступила очередная партия моих пустых банок опять накопилось несколько пакетов и кому интересна тематика про пустые баночки конечно же я приглашаю вас к просмотр я бы хотела с такого небольшого наборчика который состоял из пяти средств это у нас натуры сибирика облепиховая серия с удовольствием познакомилась этой косметикой и могу также высказать свое мнение первое с чего бы я хотела начать это вот такой вот облепиховый шампунь у меня для нормальных и жирных волос глубокое очищение уход он глубоко очищает кожу головы укрепляет луковицы стимулирует рост волос питают увлажняет волос устраняет перхоть также здесь есть вот такие вот компоненты помимо облепихи замечательный шампунь я знаю что у облепиха сибирика есть несколько серий таких вот шампунь и есть полно для объема питательный шампунь увлажняющий мне попался вот такой я в восторге конечно же аромат аромат это просто что-то непередаваемое это натуральный потрясающий аромат настоящей облепихи он очень насыщенный и многим девочкам я знаю тоже нравится этот аромат даже цвет этого шампуня вот такой вот оранжевый в общем здорово шампунь очень хорошо очищает волосы он их хорошо промывает не сушит при этом но немножечко делает жесткими концы волос поэтому бальзам конечно же мне обязательно тоже необходим к этому шампуню в общем шампунь понравился очищает даже немножечко до скрипом далее облепиховый бальзам у меня уже он идет для максимального объема придает волосам объем объем от корней питает насыщает волосы делает волосы более густыми эластичными для всех типов конечно же я бальзам не наношу на корни никогда используя бальзамы только на основную длину и могу сказать что бальзам мне тоже очень понравился он хорошо увлажняет волосы разглаживает их помогает мне их хорошо расчесать при этом волосы также не утяжеляет то есть волосы не становятся перепитанными я тоже в восторге от этого бальзама вместе вот этот дуэт работает просто великолепно волосы очень приятные на ощупь и немножечко совсем чуть-чуть остается этот облепиховый аромат но конечно не настолько сильно как этого бы хотелось далее я использовала также вот такую вот масочку тоже от облепиха сибирика вообще мне очень нравится оформление этой серии у меня эта маска для сильно поврежденных волос восстанавливает структуру волос придает волосам эластичность блеск делает волосы плотными здесь у нас было 300 миллилитров тоже кому интересно можете почитать вот здесь вот какие компоненты входят в состав этой маски тут конечно тоже чего только нет и наносить эту маску нужно было на 5-7 минут но и в действительности питательные маски лучше не передерживать на волосах я ее держала где-то так 5-7 минут потом смывала великолепная тоже маска она с первого применения уже дает очень классный эффект то есть если у вас волосы сухие поврежденные обесцвеченные эта масочка тоже вам отлично подойдет она с первого применения хорошо восстанавливает волосы потому что волосы сразу же были очень очень мягкими очень напитанными абсолютно никакой сухости на волосах нет они были эластичными и безумно гладкими и при этом они не были утяжеленными они не были жирными в общем волосы чувствовали себя великолепно поэтому масочку тоже могу посоветовать я тоже обязательно ее повторю как только увижу что-то в последнее время как-то она мне на глаза совсем не попадается далее для волос вот такой вот облепиховый спрей кондиционер это несмываемый уход я очень люблю такие спреи использую их именно после мытья волос облегчает расчесывание делает волосы густыми плотными но и также защищает от термовоздействия по поводу этого ничего сказать не могу потому что плойками пользуюсь достаточно редко и обычно опять же пользуюсь именно только после мытья волос такими средствами здесь такая вот помпа и вот такой спрей к сожалению это средство мне не понравилось она кстати говоря имеет уже не такой насыщенный и не такой натуральный аромат облепихий как шампунь бальзам и маска здесь уже чувствуется такая химозина расчесывает волосы да не плосо но я не увидела какого-то питания увлажнения волос могу сказать что этот спрей также не хорошо помогал мне распутать мои волосы то есть были какие-то узелки на волосах непонятные и плюс ко всему мне не нравился его аромат при распылении на волосы происходили какие-то испарения из-за чего мне постоянно хотелось кашлять то есть я вдыхаю это средство мне хочется кашлять очень сильно першила в горле уж не знаю что здесь у нас в составе этого средства ну в общем мне это конечно же не понравилось поэтому я закрывала нос и кое-как пыталась пользоваться этим средством повторно конечно не куплю но и вам тоже не советую это средство и наконец облепиховый крем для рук питает увлажняет кожу и защищает ее у меня это конкретно питательный крем для рук все как я люблю тоже очень он мне понравился имеет тоже приятный облепиховый аромат но опять же он не такой насыщенный как шампунь и бальзам но тоже безумно приятный отлично питает кожу рук и в принципе я его использовала даже и на день конечно остается такая маслянистая пленка на руках поэтому с бумагами особо не поработаешь но на ночь что также я очень часто использую этот крем очень хорошо питает ручки устраняет сухость в общем тоже я осталась довольна и также очень красивая упаковочка этого крема в общем вот такая вот классная серия у меня была с удовольствием я ее использовала следующая парочка для волос которая у меня закончилась это клей арвитабы покупала я еще прошлым летом и до сих пор у меня эти баночки здесь есть закончились эти средства у меня тоже уже давно у меня эта серия интенсивное увлажнение увлажнение кожи головы и волос экстрактом кактуса я когда покупала эту серию не заметила что здесь написано против перхоти ну купила и ладно такой проблем у меня конечно нет она ничего страшно очень хотела давно попробовать и вообще вот эту линейку потому что тоже многие девочки хвалят шампунь очень тоже мне понравился он напоминает мне шампуни head and shoulders именно своей густой консистенции кремовой и также своим потрясающим ароматом аромат конечно этого шампуня тоже что-то просто потрясающее шампунь очень хорошо увлажнял волосы то есть после того как я смываю этот шампунь с волос руки скользят прям по волосам чувствуется такая вот гладкость то есть такие были уже струящиеся волосы не понравилось мне только то что этот шампунь почему-то щипал мне кожу головы такое было ощущение как будто бы кожу головы печет слегка возможно так шампунь работает не знаю но приходилось конечно мне достаточно сильно промывать кожу головы чтобы спастись вот этого ощущения ну а так в принципе тоже неплохой шампунь и вот такая вот маска тире бальзам как я ее называю тоже интенсивное увлажнение очень классное средство почему назвала маска бальзам хотя позиционируется это средство как бальзам ополаскиватель потому что этот бальзам был очень очень густой несмотря на маленький объем тоже хватило на очень долго то есть это классическая стандартная маска для волос оставляла я этот бальзам на пять минут наносила тоже только на основную длину хотя возможно нужно было наносить и на корни волос но я этого не делала и я получала очень отличный результат на своих волосах волосы были нереально крутые то есть как после салонного ухода то есть действительно вот этот бальзам тоже творит на волосах чудеса волосы действительно увлажненные волосы гладкие рассыпчатые не сухие кончики гладкие что еще нужно так что я этой серии очень довольна но единственное что меня как-то немножечко насторожил этот шампунь из за того что он мне немножечко щипал кожу головы еще одна парочка которая у меня закончилась для волос это серия matrix oil wanders я думаю многие тоже знают эту серию у меня эти средства закончились уже достаточно давно потому что покупала я их в том году на черной пятнице и каждое средство мне обошлось что-то там в районе 350 рублей мне кажется это очень здорово я просто в восторге от этой серии шампунь и бальзам у нас идут с микрокаплями то есть тут микромасла и основной компонент это индийское амла ну в общем марокканское органовое масло я в восторге аромат у этой линейки просто великолепный это какой-то аромат дорогого восточного шикарного масла причем этот аромат также на достаточно длительное время оставался на волосах но действительно чувствуется разница между таким профессиональным уходом для волос и масс-маркетом в общем шампунь очень хорошо промывал волос он был прозрачный и корни головы то есть кожу головы он мне абсолютно не сушил хотя последнее время я замечаю что какие-то питательные шампуни действительно дают мне такой эффект но этот шампунь исключение хорошо волосы промывает при этом волосы очищает не до скрипа но и не утяжеляет их то есть волосы уже гладкие и они уже послушные после мытья этим шампунем и вдобавок вот такой вот бальзам он тоже был очень очень густой то есть он напоминал мне маску в связи с этим я его даже здесь вот разрезала потому что над ней еще было очень много средства которое не выдавливалось оставляла тоже я на где-то минуток пять на 35 минут и смывала могу сказать что волосы чувствовали себя как после салона и какой-то маски то есть как будто бы эту маску этот кондиционер я держала на голове не знаю где-то в районе часа волосы просто не узнать они настолько шикарные просто волосок к волоску чувствуется блеск на волосах причем такой живой блеск то есть живые волосы гладкость волос то есть не волосики не топорщатся они пушатся я просто в восторге девочки плюс питание но действительно очень классно как будто бы какая-то салонная процедура была я в восторге конечно же хочется еще повторить эти средства я вижу их в магазине но каждое средство стоит там в районе 600 рублей конечно же это не бюджетно но возможно на каких-нибудь скидках я еще куплю эту серию потому что я просто в восторге далее мне попадается вот такая вот упаковочка пропеллер это очищающие полоски для носа с депантенолом 6 штук мне они не нравятся у меня были зеленый чаем еще какие-то полоски на общем от пропеллер я больше покупать не буду потому что мне они не убирают ничего я уже и распаривала лицо все равно они ничего не вытягивают возможно на мне они просто не работают поэтому я решила себе купить какие-нибудь другие полоски подороже и возможно они уже будут действительно давать мне хороший эффект попадается мне вот такая вот зубная паста лесной бальзам масло облепихий экстракт ромашки но это классическая зубная паста лесной бальзам я думаю многие знают она идет вот такого вот зеленого цвета приятный такой у нее травянистый аромат ухаживает за деснами ну и чаще всего я эту зубную пасту использовала именно по утрам очень нравится неплохо очищает но не скажу что прямо вот очень сильно на вечер конечно я предпочитаю что-то более поедреней далее закончилась у меня вот такая вот интимка от шоку бутсу это гель интимный гель который у нас идет с алоэ вера и каким-то цветочным экстрактом к сожалению нас в магазинах опять же пропала косметика шоку бутсу и вот это средство я заказывала в интернет-магазине несмотря на маленький объем 150 миллилитров я так понимаю что это было концентрированное средство потому что хватало маленькой горошины и средство очень хорошо пенилась очень удобный дозатор который меня абсолютно не подвел за время использования этим средством я в общем осталась довольна отлично очищает никакого раздражения никакой сухости я в восторге то есть работает на уровне лактоцида может быть даже лучше и конечно же мне очень понравился аромат этого средства я конечно не опишу чем пахнет но это какой-то свежесладкий цветочный аромат причем этот аромат также оставался на руках какое-то время просто балдежный запах в общем хочу себе еще купить это средство но возможно если буду делать заказ в этом интернет-магазине я все-таки повторно себе приобрету там кстати есть вот такой вот розовенький гель и также есть какой-то голубенький так что тоже мне интересно его попробовать для лица у меня подошла к концу вот такая вот пенка мусс это косметика доктор пьер реко называется воздушный мусс для умывания подходит для чувствительной кожи удаляет макияж и очищает кожу я такими средствами макияж конечно не смываю но мусс и пенки я предпочитаю использовать именно по утрам очень такой приятный деликатный мусс который действительно подходит для чувствительной кожи он очень нежный невесомый неплохо очищает кожу при этом ее не сушит консистенция действительно такого воздушного облачка приятного мне понравилось действительно средство помпа здесь была вот такая интересная поначалу да действительно выдавал продукт хорошо это помпа пенка была воздушная но под конец я заметила что пенка стала уже какая-то водянистая и плюс ко всему тут у меня еще осталось чуть-чуть средства ну дозатор уже просто эту пенку не выдает и сама пенка была не бюджетная покупала я ее в районе 400 рублей но так в принципе приятный продукт приятный конечно же аромат но не знаю повторно куплю или нет все таки стоит она дороговато и плюс подкачал дозатор дальше закончились у меня целых четыре пены для бритья которых хочу вам рассказать извиняюсь за такие вот немножко грязные упаковки потому что все это дело стояло в ванне начну с такой вот маленькой пены арка мэн классическая вот эта пена очень часто я покупаю именно пену для бритья арка мне она нравится дает очень хорошую пенку прекрасно распределяется процесс бритья проходит безболезненно без раздражений довольно особенно я люблю покупать вот такую вот пенку с ментовом которая также охлаждает кожу дальше одна из моих любимых пенок гели для бритья это конечно же satin care минусом является то что стоит довольно таки дорого потому что это женская серия понятно но работает тоже очень здорово здесь очень приятный нежный аромат экстракта алоэ тоже очень хорошо распределяется мягкое средство кожу также не сушит тоже прекрасно проходит процесс бритья без каких-то раздражений без порезов тоже я довольно периодически покупаю но последнее время все таки я останавливаюсь на каких-то мужских сериях далее ужасная пена которая называется спорт стар покупала я ее в районе 80 рублей по моему с чувствительным для чувствительной кожи с ментолом жуткая просто пена во первых у нее ужасный просто вот этот вот колпак который невозможно открыть приходится очень трудиться и сама пена просто не хотела распределяться по коже какими-то разводами ложилась постоянно я резалась от этой пены никакого ментола здесь нет она абсолютно не охлаждает кожу поэтому увидите эту пену ни за что не берите потому что она дурацкая и вот такая вот пенка от чистой линии тоже для мужчин хмель алоэ тоже подходит для чувствительной кожи сама пена очень классная она такая воздушно мягкая очень нежная но мне не понравился здесь вот этот дозатор потому что дозатор очень тугой просто приходилось на эти двумя руками вот так вот нажимать и пытаться выдавить это средство это конечно минус но сама пена хорошая но повторно брать не буду потому что плохой дозатор дальше два дезодоранта антиперспиранта которые чем-то похожи между собой но камей конечно хуже чем не вея ну и давайте начнем с камей купила этот антиперспирант потому что здесь идет аромат розового грейпфрута мне уж очень было интересно попробовать этот дезодорант конечно грейпфрутом не пахнет это просто какой-то цветочный аромат очень резкий очень такой насыщенный здесь был вот такой вот дозатор но аромат мне не понравился плюс плохая защита он вообще не защищал могу точно вам сказать и оставлял на белом ужасные желтые пятна на черном соответственно белые пятна но куда это годится поэтому нет не советую и вот такой вот антиперспирант от не вея защита и забота такой вот синенький до этого я никогда не покупала антиперспирант не вея у меня были шариковые дезики на такое не брала поначалу он мне понравился но потом я поняла что нет мне он не нравится я его кое-когда использовала он очень насыщенный пахнет действительно косметикой не вея слишком такой тоже резкий аромат и плюс ко всему этот дезодорант будет слышен просто за километр то есть люди будут понимать что от вас просто разит этим дезодорантом он перебивает аромат духов защищает он конечно лучше чем камей но в каких-то стрессовых ситуациях он вас не спасет и на черном он тоже оставляет белые разводы поэтому нет не советую все таки я поняла что лучше дезодорантов от дав нет просто ничего но по крайней мере из того что я пробовала следующее что у меня закончилось это вот такое вот средство от компании лаж пикантная кукуруза это очищающее средство для кожи такие вот здесь есть компоненты можете зачитать небольшая баночка 100 грамм ну и конечно же это средство имеет ограниченные сроки годности хранила я это средство в холодильнике и мне она очень понравилась это такое необычное средство то есть это не какой-то там гель не какой-то скраб это действительно такая вот кашице образная субстанция необычная которую нужно наносить на лицо средство было очень мягкое из-за этого его было удобно распределять по лицу она не твердая она действительно очень мягкая очень хорошо смывалась с лица аромат очень классный пахнет действительно каким-то попкорном какой-то кукурузой интересный такой необычный аромат и когда вы смываете это средство с лица чувствуется напитанность то есть составе есть масло которое действительно чувствуется на лице при этом поры не забивает отлично очищает лицо я довольна хочу купить себе еще такое средство здоровская вообще косметику лаж я люблю но к сожалению опять же у нас в городе этого бутика уже нет а еще для лица у меня закончилось вот такое средство дюкрей я так понимаю это этот пробник не попадался в коробочном сервисе здесь 40 миллилитров средство позиционируется для проблемной и жирной кожи мне оно не понравилось это такой был прозрачно зеленый гель который нужно было наносить на лицо то есть обычная классическая умывалка но не понравилось мне также его субстанция его аромат аромат это бамбук или свежескошенная трава я не очень люблю такие запахи поэтому уже здесь мне средство не понравилось очищает неплохо но ненавижу просто гели для умывания которые не смываются с лица ложится пленкой и каждый раз когда я смываю это средство мне кажется что у меня на лице какая-то пленка средство очень сильно пенится ну в общем минут 5 я наверно смываю это средство с лица прежде чем пойму что никаких мыльных разводов на лице нет это конечно тоже мне не нравится и занимает определенный промежуток времени очень сильно кстати говоря сушит это средство лицо что мне тоже не особо понравилось но какое-то оно некомфортное поэтому повторно брать не буду но знаю что продается это средство в аптеке крем для лица который у меня подошел концу это health and beauty в общем это израильская косметика мне кстати говоря привозили этот крем тоже из израиля я с удовольствием попробовал этот крем оставила также коробочку чтобы вам показать и сам крем выглядел вот так вот очень такая увесистая тяжелая добротная баночка она стеклянная и матовая внутри была такая вот защитная штучка что очень здорово и внутри был сам крем аромат очень классный это конечно же аромат граната как здесь написано но я не скажу что пахнет гранатом пахнет очень насыщенным таким кремовым ароматом но достаточно приятный запах очень мне понравилась консистенция этого крема то есть я вот тут вымазала до самого донышка консистенция очень интересная это такое плотное взбитое масло или взбитый мусс очень здорово было его использовать на лицо прям приятно его распределять очень быстро впитывалось это средство пленки не оставляла никакого раздражения никаких высыпаний у меня от этого средства не было одни только положительные эмоции использовала я это средство именно на ночь потому что оно было немножечко жирновато поэтому на утро я все-таки люблю что-то более легкое на ночь также это отличное средство вот можете здесь почитать что обещает нам производитель то есть этот крем дает упругость кожи кожа выглядит гладкой также убирает пигментные пятна морщины и замедляет процесс старения кожи я в общем довольна этим кремом конечно у нас он не продается но с удовольствием бы купила еще классный крем прям очень рада что я попробовала эту израильскую косметику далее попадается мне вот такой вот ополаскиватель от листерин это у меня классическая версия я люблю эти ополаскиватели конечно есть одна группа людей которые их любят другая группа которых ненавидят у него конечно специфический привкус но мне нравится он действительно надолго освежает дыхание при этом он не щипит полость рта и прекрасно уничтожает просто все бактерии я довольна буду покупать и дальше у листерин есть много различных вкусов и версий поэтому буду дальше пробовать и тестировать далее у меня закончилась вот такое вот интересное средство от компании и в раше называется она эксфолиант для тела лесная земляника серии призер натюр здесь у нас идет лесная земляника сладкий миндаль алоэ вера масло карите и пудра абрикосовых косточек действительно если присмотреться то мы видим здесь коричневатые крупинки это измельченные абрикосовые косточки я очень хотела попробовать это средство и стоит она конечно не бюджетно за 200 миллилитров просят целых 500 рублей но от компании в раше не это средство приходило в подарок чему я конечно была очень рада упаковка здесь пластиковая но и вот такая вот крышка с таким замком я конечно не очень люблю такие вот банки потому что вот это замочная штука очень твердая очень жесткая и пару раз я и ногти ломала в эту штуку и пальцы себе в общем синяках у меня все были поэтому нужно здесь очень очень осторожно с этим механизмом работать чтобы не повредиться здесь была также такая вот защитная упаковка кстати не очень удобно и желательно чтобы здесь была какая-то крышка потому что невозможно с мокрыми руками как-то вот это открыть ну да ладно эксфолиант мне очень понравился он очень приятный несмотря на маленький объем его хватает на достаточно длительное время за счет того что он очень хорошо распределяется по телу он идет на кремовой основе он очень экономичный он хорошо разносится по телу и даже на мокрую кожу он ложится очень хорошо скрабирует неплохо действительно чувствуется отшелушивание но я привыкла к чему-то более жесткого поэтому для меня он все-таки более щадящий но тем не менее скрабирует и аромат просто потрясающе пахнет клубникой земляникой чем-то очень вкусным я довольна использовала с удовольствием и сейчас в ванне у меня также есть еще второй такой эксфолиант далее два геля для душа у меня подошли к концу ну по крайней мере в этой части пустых баночек первый гель это вот такой от фан энергии и витамины с розовым грейпфрутом бодрящий потрясающий просто гель был он такого вот красного цвета использовала с удовольствием он действительно бодрит он поднимает настроение он такой взрывной такой яркий замечательный гель пахнет действительно грейпфрутом но это не классический аромат грейпфрута то есть не ждите что он будет какой-то там горький натуральный он немножечко такой сладко конфетный то есть сладкий грейпфрут но при этом пахнет очень очень натурально кожу конечно же не сушил вообще гелифа я очень люблю у них широкая линейка просто на вкус и цвет этот гель тоже для меня не остался исключением очень я довольна тоже всем советую если увидите обязательно покупайте классный гель и еще один гель который у меня закончился это organic shop спелый персик много тут тоже всякого понаписали объем тоже достаточно большой здесь у нас сколько целых 500 миллилитров к сожалению этот гель для меня оказался разочарованием потому что он мне жутко просто жутко сушил кожу до невозможности я наверное использовал этот гель раза два-три поняла что нет он мне сушит кожу еще хуже даже чем гели от камэй к сожалению захотелось сразу же нанести какой-то крем какое-то молочко ну потому что кожа была очень сильно пересушена плюсом является аромат аромат замечательный потому что пахнет персиком но тоже не настоящим персиком такая персиковая жвачка вы знаете были раньше жвачки turbo там love is из детства с персиком пахнет именно этим ну и дабы не выкидывать это средство я перелила этот гель в дозатор жидким мылом использовала в качестве жидкого мыла руки тоже подсушила но не так сильно как тело поэтому да использовала но повторно конечно же не куплю потому что куда это годится когда ваша кожа сухая дальше покажу вам несколько парфюмов которые у меня подошли к концу первый аромат туалетная водичка от иван дезлинг момент объем 50 миллилитров очень долго был у меня этот аромат он просто не хотел у меня заканчиваться я уже не помню что здесь в нотах но по своим ощущениям я чувствую здесь по моему магнолию и ваниль цветочный аромат немножечко свеже сладкий такой запах почему-то мне нравилось пользоваться именно в зимний период времени уж не знаю почему но и в принципе зимой я его и добила конечно первые ноты это спирт но потом он выветривается и остается такой приятный цветочный аромат нестойкая водичка где-то наверное часа три она держится потом я уже не чувствую на себе этот аромат приходится обновлять но очень она мне надоело конечно и я рада что она у меня все-таки закончилась следующий аромат был одним из моих любимейших ароматов и мне очень жалко что он закончился это черная ваниль от компании и в раше у меня 30 миллилитров в свое время получила я этот бутулек в подарок от компании это очень классный аромат конечно время этого аромата это зима он очень согревающий очень теплый многим не нравится этот аромат кто-то говорит что пахнет бабушкиным парфюмом но я так не считаю он очень интересный он очень многогранный то есть это не классическая ваниль это не какая-то кондитерская ваниль это аромат всех сортов ванили то есть как будто бы по всему миру собрали нотки ванили и добавили вот этот флакон замечательный запах мне нравилось использовать его зимой наносить именно на шарфик и когда я ходила по улице я чувствовала что этот аромат меня согревает то есть он вас обволакивает окутывает и вы согреваетесь от этого запаха потрясающе очень красиво он играет именно на морозе в общем здорово жалко конечно что закончился потому что я очень любила этот аромат был он у меня наверное где-то года три-четыре я его экономила берегла но к сожалению все хорошее тоже заканчивается возможно когда-нибудь куплю вас следующий аромат который тоже является моим любимым это вот такой вот аромат от bruno banani который называется dangerous woman у меня 20 миллилитров с удовольствием использовала весь этот флакончик и хочу купить себе еще этот аромат я подпишу какие здесь были ноты я здесь чувствую конкретно аромат кокоса то есть это какие-то кокосовые нотки возможно сливочный кокос или кокосовое молоко и ваниль ваниль это конечно просто основной компонент этого аромата он безумно сладкий и он мне очень очень нравится стойкость его где-то наверное часа четыре или пять причем первое время он очень такой насыщенный и окружающим тоже очень очень нравится аромат то есть мне не один раз уже задавали вопрос что на мне за аромат причем нравится он как мальчикам так и девочкам и он действительно очень очень классный я обязательно себе куплю этот запах потому что все что касается ванили кокоса чего-то сладкого приторного это конечно же все мое классный запах очень такой интересный закончился у меня вот такой вот ремовер от сали хэнсон купила себе повторно такой же тут конечно все у меня постерлась но несмотря на его маленький объем хватает на очень долго он очень экономичный у него такой вот скошенный носик я очень его люблю для меня это лучший ремовер для кутикулы потому что он очень хорошо и смягчает он уже растворяет какие-то излишки и подготавливает к брезному маникюру у меня кутикула очень сухая и далеко не все такие вот средства помогают мне и смягчить это средство действительно работает поэтому покупала буду дальше покупать очень мне нравится просто самое лучшее средство стоит конечно не бюджетно около 500 рублей но по скидкам я думаю всегда можно урвать себе такое средство еще от сали хэнсон закончилось средство для ногтей double duty в общем это средство два в одном можно использовать как базу под лак и в качестве закрепителя тоже очень хорошее средство практически полностью его использовала минусы конечно таких прозрачных текстур в том что они очень быстро засыхают но так средство очень хорошее использовала и так и так и маникюр мне держался тоже около пяти дней без каких-либо сколов поэтому средство хорошее но стоит тоже в районе 300 или 400 рублей дальше провела я ревизию по своим лаком потому что чем-то я уже не пользуюсь что-то у меня засохло и поэтому давайте посмотрим первое что я выкидываю это будет умная эмаль восстановитель поврежденных ногтей я использовала это средство как базу под лак то есть в одиночку я им не пользовалась у меня осталось его где-то вот столько как база работает тоже очень даже здорово и неплохо у меня это средство очень сильно загустело то есть но тянется и уже невозможно конечно использовать это средство поэтому выбрасываю обычно я такие текстуры не разбавляю потому что мы считаю что свойства продукта уже теряются конечно же выкидываю вот такой вот лак форма си как только я его купила он мне уже тогда не нравился в оттенке 27 здесь очень на мой взгляд неудобная кисточка она очень тонкая такая вот но невозможно работать особенно если у вас длинные ногти плюс ко всему средство густющее и маникюр получается в общем некрасивым с этим лаком затем выкидываю лак от вен сабо из вот такой серии но это были такие серебристые блестки смотрелось очень действительно красиво этот лак уже даже не открыть потому что тут все засохло пересохло прилипло тоже очень давно у меня уже это средство но действительно нравилось неплохой давала эффект гриттера на ногтях дальше вот такой вот дешевенький лак классикс но сейчас они тоже продаются стоят около 20 рублей такой серебристый металлик тоже мне очень нравился этот лак он тоже он у меня уже высох а так тоже очень симпатично смотрелся на ноготках выкидываю от и в роше вот такой вот лак для французского маникюра мне не нравился этот лак приходил мне свое время в подарок какая-то непонятная бежево-желтая субстанция на ногтях смотрится некрасиво я все-таки люблю когда французский маникюр как основа берется такой нежно-нежно розовый пастельный лак а этот как-то мне очень нравился и тоже он у меня уже высох и пора ему на помойку для французского маникюра у меня было два вот таких вот средств от компании oriflame как раз таки вот такой вот оттенок розовый молочный я очень люблю я знаю что у многих девочек был такой вот лак для французского маникюра он действительно был очень классный не знаю сейчас он есть или нет но тоже он у меня очень давно ему наверное лет шесть уже он тут весь высох кисточка широкая очень удобно он очень быстро застывал и пользоваться было тоже им одно удовольствие маникюр всегда получался очень очень ухоженным и тоже от oriflame такой вот лак специально для французского маникюра здесь была такая небольшая кисточка тоже уже тут его не открыть тоже он у меня давно но маникюр французский получался всегда очень качественно очень красиво кисточка удобная сам лак классный быстро застывает никаких сколов не было в общем я была тоже довольна этим средством два лака от компании мэйбелин колорама один лак с какими-то непонятными блестками водянистая такая субстанция в оттенке 46 в общем я им так и не пользовалась купила и валялся он у меня пробовала его использовать но получается непонятная какая-то грязь на ногтях поэтому нет и очень долго сох и один из моих любимых лаков вот такой вот красивый коралловый в оттенке 91 здоровский лак пользовалась летом многим тоже нравился этот красивый такой летний яркий сочный оттенок но тоже уже осталось очень мало этого лака он тоже подгустел чуть-чуть а так конечно лак был очень очень хороший следующие два лака от компании essence еще в старой серии color and go кстати говоря все равно мне старая линейка нравилась намного больше чем сейчас сейчас лаки какие-то не стойкие очень быстро скалываются первый лак у меня был такой вот голубенький в номере 55 отличный был лак нравилось мне использовать его именно летом но тоже он у меня загустел тоже ему очень много лет и тоже пора его уже выкидывать и вот такой вот лак такой бордовый с крупными блестками в номере 72 очень нравилось наносить поверх какого-то вишневого темного лака смотрелось всегда очень выигрышно тоже уже загустел и последние два лака которые я выкидываю это лаки от сали хэнсон из серии экстрим в обожаю вот эту серию очень нравятся мне вот эти лаки у них очень удобная кисточка и маникюр всегда получается очень выигрышным первый лак который я покупала уже на смену вот этому essence тоже такой синий в оттенке 130 но тоже он у меня уже подсох и я не могу тоже открыть вот эту крышку потому что тут все пересохло ну тоже ему наверное уже года два с половиной может быть три нравилось люблю я такие оттенки использовать именно летом получается тоже очень красиво и вот такой лак который меня к сожалению немножечко разочаровал такой красивый сиреневый оттенок в номере 445 он очень быстро сгустел прям просто моментально я наверное воспользовалась раза три-четыре и он сразу же стал густеть конечно же на ногтях появились пузыри от того что он густеет тоже вот так вот он тянется вот а так он не засох конечно на ногтях смотрится просто ужасно отвратительно но изначально конечно получался тоже очень красивый такой нежный весенний оттенок на ноготках и так подошло к концу видео про мои пустые баночки я очень надеюсь что вам понравилось это видео и вы нашли для себя что-то полезное что-то интересное пишите обязательно комментируйте возможно вы чем-то пользовались из вот этой кучки пустых баночек мне будет очень интересно почитать ваше мнение ну а пока как обычно я вам желаю отличного настроения удачного дня подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх я вас всех очень сильно люблю целую встретимся с вами совсем скоро в следующих видео и всем пока пока